Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайан, и мы сегодня вместе с вами посмотрим на новую играбельную фракцию для модификации 12.20, которая была добавлена буквально на днях разработчикам Art Studio, и это, конечно же, фракция Черниговское княжество. Итак, давайте в первую очередь мы посмотрим бонусными эффектами, которыми различается у нас Великое княжество Киевское и Черниговское княжество. Кстати, если заметили, то и у Великого княжества Киевского изменился также герб изображения. Итак, первое упоминание Чернигова в повести временных лет датируется летом 6415-м, 907-й год, где говорится о мирном договоре князя Олега с греками, и он поставлен первым городом после Киева. Грекам предписывалась особая дань для этого города, так как там сидел князь, подвластный от Легу. Основу населения княжества составило племя северян. В 1024 году в результате битвы при Листвении Черниговское княжество обособилось от древнерусского государства. Тогда тему тараканская дружина князя Мстислава при поддержке северянской рати разбила войско киевского князя Ярослава Мудрого. Западной границей владения Мстислава стал Днепр, а юго-восточные – западные отроги кавказских гор. Итак, культурная особенность вера в Христа. Скорость исследования плюс 2% для гражданских технологий, вся фракция. Боевой дух плюс 5% на своей или союзной земле. И религиозное влияние плюс 4% для православной веры. В принципе, да, они совпадают, им диетичны полностью культурные особенности. Но вот особенности фракции именно, они немножко у нас различаются. Давайте посмотрим в первую очередь Черниговское княжество. Итак, воинские традиции пополнения войск плюс 5%. Киев. Ну, тоже, в принципе, воинские традиции пополнения плюс 5%. Дальше у нас идет эффектное земледелие, пища плюс 5% в каждом неплодородном регионе. А здесь у нас эффективное земледелие, пища плюс 10% в каждом неплодородном регионе. Ну, чуть больше, чуть больше, чем-то обидели Чернигов. Ну, ладно. В лесах защита и атака в ближнем бою, а также боевой дух плюс 10% и урон в ближнем бою плюс 20%. Это на реках и в лесах. Тут такого у нас нет. Здесь у нас идет ирригация. Плодородие плюс 1 во всех провинциях. Хорошо. Первая отличительная особенность, да, фракции Чернигов. Далее у нас идет поставки припасов, пища плюс 10% от каждого действующего торгового пути. Максимум до 150%. Кстати, такая штуковина была, если не ошибаюсь, вроде у Аксума. Ну, в принципе, что там плохого. А тут у нас идет следом. Другая особенность Киева. Это наемники. Скорость пополнения резерва наемников плюс 50%, которую я, кстати, не заметил во время своей кампании. Может быть, она, конечно, появилась именно с этим обновлением, потому что тогда я не придавал особого значения особенности фракции. Ну, да ладно. Итак, также тут у нас идет талант торговли. Доход от торговли плюс 5% от Чернигового. Вместо этого идет... А больше ничего не идет. У них поставки припасов идут. И дальше у нас идет боевой дух плюс 5 зимой. Защита от небоевых потерь в снегу. И то же самое у нас идет, в принципе, у Киева. На этом у нас особенности заканчиваются. А по поводу базовой сложности. Если мы посмотрим Великое княжество, Киевское и Черниговское княжество, то заметно, что у Киева это низкая сложность базовая, у Черниговского княжества очень высокая. Ну, что ж, мне интересно даже, кстати, посмотреть, из-за чего. Из-за чего такая проблема. Почему-то сложность у Чернигова намного выше, да. А также по поводу как раз-таки состава, да, различий в армии. А как таковой я их не заметил. То есть армии полностью индиетичные, что у Великого княжества Киевского, что и у Черниговского княжества. Они полностью одинаковые у них. Кстати, если вы заметили, то полностью переделаны иконки отрядов. Потом, чуть позже с вами рассмотрим эти отряды именно на карте битвы. Я загружусь, и мы каждый отряд с вами по отдельности рассмотрим. Давайте сейчас тогда сразу же начнем нашу кампанию. Небольшую стартовую обзорную. Естественно, сложность будет легендарная. Ну что ж, поехали. Так, и нас сразу просто потрясают таблички, что у нас голод в Чернигове. Да, кстати, я был прав. У нас на старте имеется всего один город. Мы с вами состоим, я так понимаю, в Союзе, да. Да, с Муромским княжеством и с Великим княжеством Киевским мы находимся в военном союзе. Воюем мы сразу с вами изначально с монголами и с татарами. Ну что же, да, кампания будет, конечно... Но она, если честно, сразу скажу, она будет чуть похожа на кампанию за Великое княжество Киевское. В принципе, что отличительная особенность... Блин, тут города соседние, все те же враги. Как тут правильно поступить? Тогда я помню, Киевом объявил войну половцам и сразу пошел их громить. Да, в принципе, на самом деле, по-правильному надо делать, мне кажется, и то же самое на старте и за Черниговское княжество. Поскольку у них довольно-таки богатые земли, тут находятся возле Черного моря вот эти вот богатые провинции Сарматии и Хазария. На самом деле их надо захватывать, укреплять, пытаться заключить мирный договор с монгольской ордой. И идти уже, если к тому времени еще будет живо княжество Литовское, идти на княжество Литовское, а потом и на Тевтонский орден. Но это мое личное мнение, поскольку все-таки золотишко лишним не будет. Итак, общественный порядок минус 4, город второго уровня и охотничные заимки у нас. Все, что мы имеем, кстати, даже гарнизона у нас толком нет, у нас он и есть, но он у нас несет голод. Вот так вот. Кстати, аналогичная ситуация, я смотрю, и в Киеве происходит. То же самое все, то же самое. Кстати, а ну-ка еще раз, Киев. Городок первого уровня, у нас хоть еще город второго. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут с семьей. Так, Борислав, 43 года, властитель. И жена, жена радость. Интересно. Так, что у тебя забыл. Общественный порядок плюс 1, муж если правит. Шанс появления детей плюс 10, личное влияние плюс 2 заход. А также у нас есть Агафья, занощевая. Хитрость минус 1. И Ростислав, наследник. Опыт плюс 2 для новых отрядов ближнего боя. И жена у него старая ведьма. Шанс появления незаконорожденных детей плюс 20%. И будут бастарды у нас появляться постоянно. Но есть у нас сын Ярослав. Итак, давайте тогда сразу на старте. Ты у нас пойдешь на должность дружинника, да? Так, у нас есть Ратемир. Ратемир. Владимир. Данил. Давайте посадим губернатором найти земли Чернигова Борислава. Будет у нас князем Чернигова он. А армию у нас будет возглавлять его сын. Как раз таки Ростислав. Собрать армию. Так. И что у нас тут кстати с указами? У нас имеется святая молитва. Рост плюс 5. Религиозное влияние. Свод законов. Скорость исследования пополнения. Развитие города. И аграр... О, кстати, мы аграрное развитие с вами сейчас сразу и поставим. Он нам принесет пищу плюс 20 и рост плюс 10. Мы быстрее, побыстрее откроем с вами третью, ну, вторую ячейку, да? Да? И с минуса по пище мы с вами сможем выйти. Это, кстати, будет правильно. И поставим на исследование сейчас... Вот так вот. Основы ратного дела, гарнизоны и княжью службу. Вот эти вот две технологии мы с вами в первую очередь изучим, а потом пойдем изучать гражданскую власть, архитектурные улучшения, княжеское законодательство и богословие. Да, чтобы у нас был и порядочек от реформ, это будет наиболее верным шагом, мне кажется. Так, по найму, кстати, чуть уменьшился найм, я смотрю, не столько много наемников, как было раньше. Может, просто на старте, но самое главное, что они у нас все доступны. Возьмем тогда с вами копейщиков стандартно. Возьмем селяний, охотников. Три отряда за ход можем взять, да? Нам, в принципе, сейчас этого, по идее, хватит. Я так полагаю, что, ну, вообще, наверное, первый из десяток ходов придется просто стоять в своем городе, поскольку до нас иначе быстро враги доберутся. Город оставлять нельзя. Так, хорошо. Ну что, давайте тогда закончим ход. А если мы, кстати, не чуть-чуть возьмем и снизим налог, чтобы у нас не было... А вот так возьмем, чтобы у нас рост был лучше, чтобы у нас побыстрее разросся город наш. Небоевые потери у нас сразу же, должность получена. И, кстати, я забыл на прошлом ходу сразу пойти в дипломатию, посмотреть, что у нас там творится. Сейчас мы это сделаем. Я еще хочу сейчас посмотреть один такой фактор. Если мы отключим налоги, то, в принципе, да, у нас как бы доход всего на 200 просядет, но зато у нас будет и пищи достаточно. То есть это снизит шанс того, что у нас по осени и зимой мы уйдем в минус снова, да. Да и гарнизон будет восстанавливаться, и рост в городе будет идти намного быстрее. Так, давайте еще и сюда возьмем застрельщиков. Они довольно кимбовые ребята. Еще воев копейщиков и селяне общинников. Вот так вот армию на ближайшие три хода еще сформируем. И тогда сейчас сразу посмотрим... Ух ты, к нам тут сразу татары идут. Мира они не хотят. Кто у нас тут есть? Ну, с вами мы все заключили, на самом деле. Можно единственное, как вариант, я думаю, взять у них там денег собрать. Я думаю, может они согласятся. Не, не согласятся. Ну, ладно. Так, Сицилийское королевство у нас, кстати, даже доступно. Но, если честно, я не хочу сейчас вмешиваться никак на запад, потому что я не знаю, какая будет обстановка там через 10-20 ходов. И чтобы не позаключать договора с фракциями, которые могут у нас погибнуть. Хотя Сицилийское королевство по силе у нас на втором месте, да? Да, на втором. Даже Монгольская империя, но и ту у нас намного меньше по силе. Отстает значительно. Хорошо. Так. Герцогство Фландрия. Угу. Половцы. Кстати, у нас с ними сейчас заключен договор о ненападении. Можно попробовать их заставить вступить в войну, там, допустим, с татарами. Что они меня знают? Давайте сразу проверим, есть ли вообще шанс их уговаривать. Не, ну, за 4 тысячи они не хотят, значит, скорее всего, и дальше нет смысла этим заниматься. Княжество Литовское сразу на старте воюют с Тевтонским орденом, а волжские булгары воюют с половцами. Так, Королевство Польша. Отношения у нас с ними не очень хорошие, как и с Вингрией. Воложское княжество. Так, татары. Мира, кстати, не хотят они, нет, не хотят. А монголы? А если мы вам денег дадим, там, допустим, нет? Нет. Ну, ладно, короче, в принципе, по дипломатии так все понятно, что шансы заключить что-либо у нас малы. Ну, у нас армии нету, какая у нас сила, чтобы что-либо заключать. 45-е место по силе. Даже Великое княжество Киевское находится на 22-м. Ладно, будем следить за обстановкой. К нам уже приближается сюда Первая Татарская Орда. Давайте закончим еще один ход. И посмотрим, поживем. Посмотрим, что будет дальше. Поехали. Так, избыток у нас сразу же буквально через ход случился. Давайте тогда расширяемся. Строим, наверное, сразу же здесь гридницу. Обязательно для найма, да? И продолжаем пока сидеть в городе. Потому что выходить, я думаю, сейчас будет опасно для нас. Да и гарнизон у нас не полностью восстановленный. Давайте тогда, раз такие дела, в принципе, тогда можно включить уже и налоги нормальные, да? Как бы все более-менее. Ну ладно, я пережду, потому что следующий ход у нас все-таки зима будет. Я не знаю, как там у нас повлияет. Это зима на нашу пищу. Потому что на самом деле у нас вот 15. Мне кажется, вероятен шанс, что будет минус. Поэтому переждем. И давайте завершим еще один ход. Так, Польшу сразу же атакует Великая Кня... Польша атакует Княжество Киевское сразу же. Ну, в принципе, неудивительно, что они их решили проатаковать. Ну, вступимся. Своих бросать мы не будем. Королевство Польша. Война. Союз против нас сразу же. Герцогство Фландрия. Татары и половцы вступили в войну. Сицилийское королевство и королевство Касталия вступили в войну. Вот, сразу мы с вами огребли врагов. Не успели очнуться, как уже против нас тут союза строится. Хотя бы находится хрен знает где. И, мне кажется, скорее всего, им просто дали денег, чтобы вступить в войну. И все. Ну, не хотят. Не хотят. Две тысячи брать, ну и хрен с вами. Так, сразу же можно отстроить охотничьи заимки. В принципе, мы пища там, да, плюс 20 единиц получимся. Производство кожи. Но есть ли смысл? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Мы получим загрязнение. У нас и так идет штраф по загрязнению. Я боюсь, что это будет нам не в пользу сейчас. А мы лучше нашего губернатора потом вкачаем. В первую очередь, как раз таки, в земле владельца. Чтобы у него было дополнительно 10 пищи. И все. Немножко подождем. Так, налоги если включаем. В принципе, десятка у нас зимой держится пища. То есть, вполне нормально. Вполне нормально. Продолжаем вести найм. Сейчас у нас отстроится... Хотя у нас все те же отряды, что и тут, да? Да, то есть, по сути, у нас эта постройка гнинется. Сейчас ни на что не повлияет. Ну, ладно. Поэтому и надо в первую очередь нам как раз таки изучать вот эту технологию гарнизоны. Давайте завершим еще один ход. Поставим в найм еще отряды копейщиков. И отряды поставим лучников, мне кажется. Строительство завершено. Как и изучение технологии повышения ранга. Давай сразу тебя вкачаем. Как я и хотел. Чтоб избежать минуса. Так, вот они где. Ну, как мы будем с вами делать все-таки? Вот я сейчас не знаю. В принципе, половцы сейчас даже оказались... Решили нам начать помогать. То есть, ну, значит, мы пока что воевать с ними не будем. Раз такие дела. Есть ли возможность заставить их войти в империю? Сейчас посмотрим, да? Давайте. Сразу всю сумму предложим. Посмотрим, есть ли шанс с ними пытаться что-то... И как-то торговаться нет. Нет, шансов у нас как таковой нет. Гарнизон у нас практически восстановился, да? Уже отлично. Я строю. Вот что сейчас лучше построить, я думаю, на самом деле? Либо малый... Либо на пехоту или ко... Пехота или конница? Вот в чем вопрос. Конница или пехота? Конница или пехота? А я, наверное, знаете, сделаю упор сейчас на конницу. Здесь. Попробуем так. Попробуем сделать так. Так, это мы пока снимаем с найма. А ну, значит, мы пойдем на... Все-таки княжество литовское. Для начала мы немножечко отправимся вперед. По пути я доберу отряды лучников еще. А здесь соберу еще одну армию, возьму. Надо за кого-нибудь еще ее... Выдать замуж. Давайте посмотрим, кого лучше нам взять. Рвение. Владимир. Личное влияние. Данил опыт найма. Ярослав. Прославленный всадник. Организатор. Неукрытимый агрессор. Давайте возьмем... Визослава. Он у нас организатор. Сплоченность плюс два, да? А тут сейчас еще рвение. Да, давайте вот его возьмем. Все, будь тут. Так, на должность тебя возможности нет назначить. Ну, ладно, пока. Так, тут мы две армии поставили в найм. Давайте мы сюда кинем парочку еще. Парочку копейщиков. И застрельщиков. Я думаю, нам вполне сейчас этого хватит. Сколько тут у нас в гарнизоне застрельщиков, если на нас нападут? Один отряд застрельщиков. Но они получше, чем лучники. Получше справляются, хоть и боезапас у них поменьше идет. И три хода у нас будет строиться малая конюшня. То есть мы подойдем к границе, подождем немножко, наберем коней. И тогда подправимся в бой. Тут, я думаю, мы должны будем сдержать их. Так, отряды набраны. Ну и все, застрельщиков набираем. И пока что найм останавливаем. Так, избыток у нас уже один, да, тут? Все, идешь сюда. Так, а мы агентов, наверное, сейчас взять никаких не можем, да, абсолютно? Для разведки. И никого нам даже не дали, да, на старте? Да, никого не дали. Ну ладно. Или построить взять, блин. Просто мы... Пища загрязнения плюс один будет плюс три. У нас и так сейчас плюс три загрязнения из-за главного города. Да, нет, наверное, воздержусь все-таки, я, наверное, пока что. Пока что воздержусь. Я лучше потом, когда у нас откроется следующая ячейка, сразу поставлю здесь санитарийные постройки. Там будут поставлены такую, которую рост плюс десять добавляет. И тогда уже меховую лавку отстрою. Внебрачный ребенок Инга. Побег с возлюбленным Агафья. За Данила хочет так вмешаться. Побега нам тут устраивать никакого не надо еще. Война объявлена. Монгольская империя и государство... Хоризм шахов. Ух ты. Вот так вот даже, да? Кто знал? Так, где там монголы уже? А, они вообще ушли. Они ушли на юго-восток. Или же они просто потихонечку к нам приближаются? Мы посмотрим, что дальше будет. Да, отношения, кстати, с европейскими фракциями у нас тоже не особо прям замечательные. Хотя немножко они улучшаются. Но войну они быстро нам объявили. Кстати, они воюют... А, сербской княжести. Так, вступите в войну. Монголы. Пробуем сейчас их еще заставить повоевать. Так, против, да? Выплаты. Не хотят брать деньги. Ну ладно. Мы, конечно, с вами не воеем. Но хотелось бы и не воевать с вами дальше. Но не отказываются брать деньги. А я, если честно, что даже мучаюсь давать им больше двух тысяч. Ну ладно, давайте. Так, ошибать. Сделаем для вас исключение. Так, 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 так. Вы там между собой воюете? Все, ладно. Кстати, уже армия у нас на территории Чернигова находится полностью. А я увел свою. Я свою увел сейчас. Наемников уже нету, как всегда. Минус 8. Нас грабят. Поехали дальше. Так, и они взяли нас в осаду. Из-за чего у нас начался голод. Да? Сразу же. Что у вас там за состав? С кучей пехоты, я смотрю, у нас. Пехота у нас, конечно, поменьше. Поменьше будет. Просто вопрос, как быстро они пойдут на штурм. А вот в чем загвоздка. Мы-то сейчас можем с вами взять, отключить. Как бы пока налог. Выйдем в плюс. Они еще несут в добавок небоевые потери. Вот так вот. Вот так вот. И тут пока не пойдешь в атаку. Так, технология у нас на снижение содержания исследовалась. Замечательная. Давайте теперь пока. Гражданские технологии поизучаем. Ну что, блин. Делаем вылазку. 20. Тут у нас 6 отрядов. Да? И здесь. У нас есть 2 отряда конницы. С одной стороны. Наемников мы взять с вами не можем. Ну вот взяли мы каву. Ну все, поехали. Небольшой, кстати, лайфхак, который мне подсказал один подписчик. Как можно набирать наемников в осажденный город. Ну давайте разыграем. Кстати, и шанс подрос. Так, погода сухая. Начнем. В принципе, у них упор сделан полностью на копейщиков. Ой, блин. У нас, кстати, не фул армия. Сразу изначально при развертывании будет. Поэтому мы отступим, наверное, поближе. Вот сюда вот. Отступим. Здесь переждем. Всех своих подождем. Да, кстати, значительно была проделана работа, значительная по переделыванию ряда отрядов, щитов. Теперь они, конечно, смотрятся тоже довольно-таки прикольно. У всех теперь различные щиты, намного больше вариантивности. То есть есть щиты формы капельки и круглые щиты, что очень даже неплохо. Что они там ждут? Ух ты, они на нас идут. И это при учете, что мы с вами сейчас должны, по идее, мы нападать на них, но нападают они на нас. Хорошо, я воспользуюсь вот этим вот, вот этой вот возвышенностью. Попробую ее использовать в свою пользу. Кому мы всю с вами уведем сюда сразу? Лучники у нас сюда пойдут? Так, сори, извиняюсь. Так, лучники и топорники, сюда же. Не спеша, да, не? Плохо прорисовываются из-за того, что это все-таки модификация на дальнем расстоянии. Видите, отряды однебушки видны. Так, ладно, ждем врага. Пока что здесь укрепляемся. Сейчас включим стены копий. Ну, заняли такой полукруг. Застрельщиков можно сейчас вывести вперед. Взять. В принципе, там конится у них только генерал из конницы, да? То есть, я не думаю, что он его бросит именно на застрельщиков. Ну, ждем. Все, бой готовый. Так, давай так вот. Чтобы мы все вместе были у меня. И Каву вместе. Соединим. Во. Кстати, прикольные довольно-таки иконки. Мне прям нравятся они больше, чем предыдущие. А я пока потихонечку Кавой обхожу их. Удивительно, кстати, что они решили на меня идти в атаку. Кстати, прям поразительно. В основном они всегда стояли. Ждали, пока я их решусь проатаковать. А тут... Все наоборот. Ох, там дальность у них нехилая. Я смотрю, они нас достают, болен. Валдеть, какая же там дальность-то. У наших, допустим. 150. В основном там дальность у лучников в ванильной этиле. Вроде максимум 125, если не ошибаюсь. Тут 150. Поэтому уже у нас вот так вот... Достают они прям. Так. Они пытаются, смотри, видите, нашу рукаву отрезать. Что не очень хорошо. Давайте своих лучников вперед подводим. Ну вот. Вот. Напали уже на полководца. Имбущие какие там, болен, лучники. С такой дальностью. Все, пошла перестрелка. Давай, давай, давай. Валите оттуда. Я за полководцем. Вражеским сразу. Все, отходим назад. Что смогли, то реализовали, как говорится. Остальное реализуем. Ой, блин, не то прожал сейчас. Эх, не то прожал. Ты посмотри, блин, как режут. Один отряд лучников, как режут-то. Ёпт твою дивизию. Я его сюда отправляю. Так. Вовсю у нас идет замес. Вперед. Так, застрельщики, давайте переходим вот сюда. Надеюсь, у вас вы еще простоите какое-то время, прежде чем побежите у нас все. Так, ты помоги. Давай, 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 давай. Порезать его. Смотри, живучи, заразина. Смотри, какой живучий, подонок. Все, отлично. Отлично. Теперь он, чтоб наш не был убит. Теперь главное, чтобы нашего не убили. Поехали. Уводим своих. Вот этих быстрых я брошу на другой отряд. Ой-ой-ой, паникуют, паникуют. Наши уже паникуют. Вижу, паникуют. Все, забрасываем их сзади, забрасываем, забрасываем. Так, вы сюда идете. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Отлично, хорошо себя показали, ребята. И наемников сейчас, ой, наемников сейчас как раз, наемной коннице уничтожим лучников, и все будет просто зашибись у нас. Они отступают все, на самом деле уже. А кто не отступает, тот будет отступать. Того мы заставим бежать все-таки. Догнали их? Почти догнали. Давай, 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 давай. Где, где, где залп-то? Думал, расстреляют их, а нихрена. Так, лучники готовы. Конница, и пока я бегаю, гоняюсь за отступающими. Тут пошел у нас замес. Ох, кровушка потекла-то. Так, лучников давайте переключаем на вот эти дальние войска, которые только подходят. Так, с преследованием у нас там как дела обстоят. Давайте еще отряды бросаем. Вперед. Ну, тут все отлично. Единственное, клином забыл включить, сразу скажу. Можно было, чтобы бонус у нас был против... Пехота, да, я... Я забыл про него сейчас. Так, лукарей, все, гасим. Хватит. Так, там с дальними разобрались, преследованием. Я же думаю, справятся, блин, наши тут без кавы. Тут что-то, блин, как-то они бегут там некоторые, я смотрю. Мне это не нравится. Должны тащить. Все, вот это, их там осталось ничего. О, все, отлично. Побежали. И эти побегут сейчас у нас. Все, отлично, победа. Это победа. Чернигов устоял. В первой же битве мы в наглую совершили на них вылазку и просто отбили врага. Так, ну я попреследую их, естественно, потому что добивать, конечно, надо эти уорды. И увидимся тогда с вами уже на карте кампании. Ну что ж, победа действительно была тяжелая, да и враг нас, в принципе, превосходил в несколько раз. Сейчас посмотрим, сможем ли мы эту армию, конечно, разбить своими остатками. Я буду надеяться, что сможем. Вроде как их там немного осталось. Ну ладно, тут совсем ничего. По идее, должны догонять и карать. А, блин, он у нас уродливый еще. Боевой дух противника, минус 5 этот регион. Жена авторитет, минус 1 тоже. Фиговая, блин. Жена у него. Ну что? А, ну отлично, мы добиваем их. И как раз наемную конницу мы с вами сливаем. И так распустили. С другой стороны. Но пища у нас все равно минус 11. Но фракцию мы не уничтожили, да, я так полагаю? Все равно она как бы осталась пока еще. Да. Всех победить пока не удалось. Вкачиваем тогда боезапас пополнения в первую очередь. Ставим сейчас в найм. А, нам не дали достроиться, зараза. И два хода нам надо будет строиться. Либо идти этим составом забить. Но в любом случае сейчас придется ход отсидеть. Потому что иначе у нас не боевые потери будут. А если интересно, мы зайдем на чужую территорию, допустим, ну-ка. То потерь в принципе не будет. Мы можем даже налет устроить тут. И, кстати, еще. Знаете, что хочу я посмотреть? Самое главное. Это цели. Прописали ли условия победы? Нет. Условий победы, к сожалению, нет в компании до сих пор. Ну что ж. Просто без условий победы, конечно, компании будут бесконечные. Можно по 100, по 200 серий снимать. Или до тех пор, пока, знаете, не захватишь всю карту. Я, если честно, не любитель таких дел. Захватывать, перекрашивать всю карту в один свет. Я в основном, как бы, раньше, когда играл, я максимум добивался там до... Ну, допустим, в Риме. Ну, до средних побед. То есть до второй победы. То есть на триумф я редко. На божественные победы я... Либо на триумфальные я редко когда шел. Потому что уже к этому времени, ну, блин, надоедает. Ты уже... Вся армия, по сравнению с твоим, с твоей фракцией, ничтожна. Ты можешь просто карать всех авторасчетом. Поэтому мне, в принципе, хватало именно первых двух побед. Ну что ж. Ладно, давайте мы тогда пока по компании сегодня с вами завершим. Ну что ж. На этом наш небольшой обзор, посвященный княжеству Черниговскому, подошел к концу. Если вам понравилось, поддержите это видео, естественно, лайком. Обязательно пишите ваши впечатления в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, чтобы получать все уведомления. По поводу прохождения за княжество Чернигов. От себя добавлю, что, не знаю, нет смысла, мне кажется, начинать. Поскольку оно полностью идентичное княжеству Киевскому. В принципе, враги все те же самые. Мы начали также с вами практически с первого или с второго хода там воевать с Польшей. Опять же, изначально воюем с татарами, с монголами. Ну, единственное, может мы там раньше пойдем на Латвию. А так, в принципе, я думаю, на этом мы с вами и завершим. Ну что ж, всем спасибо за просмотр еще раз. С вами на связи, как всегда, был Брайан. И увидимся с вами на новом видео, друзья. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok